Приветствую вас. Вы знаете, я хотел бы для начала прояснить Виктории некоторые моменты, которые вы описываете. Хотел бы как-то их раскрыть немножко. Вот вы пишите, что муч, которого я так считал, наверное, вы хотели сказать, муч, которого вы считали таковым, в котором наша дочка есть, уехал и женился на другой. Как это возможно? То есть вы не развелись, будучи женатым, женатым на вас, уехал и женился на другой. Странно. Очевидно, что у такого развития событий есть свои причины. То есть, очевидно, есть причины, по которым человек повел себя именно так, а не надо. Очевидно, есть причины, почему у вас что-то не сложилось. Очевидно, есть причины, почему у него не появилось желание уехать. Очевидно, что у вас в браке есть какие-то трудности, какие-то проблемы, какие-то сложности. Вероятно. И с них, наверное, надо бы начать. То есть надо бы начать именно с того, чтобы определить, вот, какие у вас были проблемы в браке. Дальше. Уже 9 месяцев пишите вы, его нет. Не помогает и не звонит. Ну, здесь хочется спросить, а в какой стадии он должен помогать и звонить, если он уехал и женился на другой? То есть, женившись на другой, он взял на себя обязательство за другую женщину. Как раз. Вопрос. Обещал, что приедет. Зачем? Вы готовы принять человека, который уехал и женился на другой? Вы готовы быть не единственной в его жизни? Вы пишите, я вас жду, жду и это проблема. Чего вы ждете? Чтобы он приехал. Почему вы ждете? Потому что вам чего-то хочется. Чего вам хочется? Нужно выяснять. То, что вы описываете, в принципе, можно назвать созависимостью. То есть, вот, то, что вы описываете, можно назвать созависимыми отношениями. Ну, или с вашей стороны, с вашей стороны, зависимыми отношениями. Можно назвать. И, соответственно, если это так, то вам необходимо поработать, а, своей самооценкой, которая вас явно занятина. Ну, потому что вы, несмотря на то, что мужчина достаточно определенно, достаточно очевидно, высказал вам свою позицию действиями, не словами, а действиями, вы все равно его ждете. Вот. То есть, вот, первое, это самооценка, а второе, это страх одиночества, потому что очевидно, что вы боитесь остаться одна. Вот. Что касается дочери, ну, того, что у вас дочь, к сожалению, но это почти ничего не значит, практически ничего не значит. Так, что у вас есть дочь, потому что, ну, мужчине, судя по тому, что вы описываете, дочь не нужна. Судя по тому, что вы описываете, ребёнок, мужчине, ну, вот, не сказать, что нужен, что нужен прям. Вот, это то, что я мог бы вам сказать, исходя именно из того, что вы написали. Дальше, идем. Так. Я не могу с другими встречаться и начинать отношения. Почему? Я жду его. Ничего, ждете, плачу. Из-за чего мне больно от того, что он так нас оставил, бросил вот так. Кого вас? Почему вас? С вами у него дни отношения, с дочерью у него другие. Он бросил именно вас, Виктория. Вам больно от этого, потому что у вас были другие ожидания. И теперь вы фрустрируетесь из-за того, что эти ожидания не реализовались. Это понятно. Но нужно посмотреть, что это за желание, и взять за них личную ответственность. Я не могу принять, что так случилось. Ну, в зависимости от того, сколько времени прошло с тех пор, как это случилось. Возможно, вы, ну, в определенной стадии еще пребываете в принятии. То есть, для того, чтобы принять это, нужно время. Дальше, значит, как мне быть, чтобы что, как вычеркнуть его из своей жизни, мысли, начать новую строку. Ну, надо сказать, что вот эта вот мысль начать новую жизнь, она, мысль начать новую жизнь, она довольно ошибочна, потому что новую жизнь вы не начнете. Это опыт, то, что произошло, и вам нужно этот опыт принять, вам нужно принять этот опыт, чтобы больше такой ситуации не произошло. Поэтому для вас было бы правильнее, наверное, поисследовать то, что случилось, принять это все-таки, вот, и не вычеркивать муча, а интегрировать часть, интегрировать опыт в свою психологическую реальность, в которой вы живете. Это было бы куда более продуктивно, чем то, что вы делаете, ну, например, сейчас, на данный момент, вот. Естественно, то, что происходит сейчас, это болезненно, и, естественно, то, что происходит, вам неприятно, и не может быть приятно. Поэтому, на мой взгляд, вам нужна помощь специалистов в том, чтобы преодолеть этот период. Не справиться со своими чувствами, а именно пережить и принять то, что произошло. То есть принять свои чувства, принять свои страхи, принять свои желания, которые у вас есть, вот. Это то, что можно и нужно сделать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что все у вас будет хорошо. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok